Ну и вот она, долгожданная вторая часть видео. Прямо сейчас мы с вами будем перегонять спирт-серет и готовить три разных напитка. Самогон, сделанный полностью на березовом соке и разбавленный березовым соком. Обычная сахарная брага, разбавленная березовым соком. Сахарная брага с березовым соком, разбавленная водой. Я настроил, все идет ровно, температура держится ровная, капелька-капельки. Не чувствуется какой-то там воник, бочок потит. Все, уже называется работа на себя. Реально, 96, я еще в шоке, просто в шоке. А что, если... В общем-то, начинаем. Вот такое вот количество самогона, спирта, сырца получилось. Но случилась небольшая неприятность. В моем новом кубе бочок потик, как было в приколе сказано. Жопа к крану пришла. Съездил в магазин, купил вот такой вот набор. Уже мощный, хороший. Сейчас буду делать крутой кран. Кран установлен, все хорошо. Протечки нету, все замечательно. Выливаем сюда спирт-серет. Он у нас получился 40 градусов. А далее нам нужно собрать правильную конфигурацию. Естественно, одеваем крышку и начинаем строить. Сейчас построю и покажу. Кстати, хотелось бы добавить, я это делаю именно на такой конфигурации впервые. Не профи. Поэтому, грубо говоря, будем учиться методам проб и ошибок. Надеюсь, что все будет офигенно. Главное, нам конечный продукт. Далее мы берем вот такую вот царгу. И набиваем ее медью. То есть это с одной стороны медь, с другой нержавейка. Но она была в подарок. Как бы пусть будет. Паченкова, по-моему, называется. Вот этот вот джузик. Далее на дефлегматоре мы откручиваем быстросъемы для того, чтобы сразу их заранее уплотнить. Потому что в прошлом видео вы видели, с холодильника у меня начало капать. Ну и, кстати, здесь еще одна царга. Колба. И она набита, как вы видите, медью. Маленькие такие вот квыкозябрики. А ты знал, чтобы правильно намотать фум-ленту, надо сделать сначала несколько мотков вот так вот. Именно сложив ее и только лишь потом делать вот такие вот мотки. Просто посмотри, какая офигенная ерунда она получается. Ну и сейчас будем вешать вот этот вот поворот и холодильник. Такая вот боевая машина получилась, ребятки. Еще раз проходимся. Царга. Здесь еще одна, две, получается, набитые медью. Дальше дефлегматор, поворот-отвод и холодильник. Вот эта часть, это называется попугай. Она ставится, это не обязательно, но мне это удобно, чтобы я постоянно наблюдал именно спиртозность выходящего продукта. Ну что же, двигаемся дальше. Итак, мы включили уже нагрев, все собрано. Подключили воду, вода уже идет, все отлично. Внизу у нас получается 78,1 уже температура. И наверху, за счет того, что мы дефлегматор подаем воду, максимально холодную, максимальное количество, у нас показывает 23,5 градуса. То есть, грубо говоря, сейчас нам нужно прогреть вот эту вот час, вот эту вот колонну, чтобы она прям прогрелась. В принципе, такая прям тепленькая-тепленькая. Ну а дальше все расскажу и покажу. Вот и началась работа, ребят, что называется, работа на себя. Спирт, пары, спиртосодержащие, так сказать, и прочие фракции и херакции поднимаются. А здесь за счет того, что у нас холодильник наверху, то есть вот этот вот дефлегматор, все это падает вниз. Прям красиво падает вниз, мне нравится. Как видишь, это идет уже жидкостью, а, соответственно, снизу идет пар. И получается вот этот вот термообмен. Сейчас мы минут 15 подождем, пусть это происходит. И начнем потихонечку отбирать головы. Кстати, наверху температура 23,3. Ну что, друзья, могу сказать, это просто танцы с бубном. Вот это вот надо настраивать постоянно. Вода сильнее, легче. В общем, я что-то весь уже прям запрыгался на самом деле. Но при этом, наконец-то, вроде все я настроил, несмотря на то, что я делал это первый раз на такой колонне. Все, я настроил, все идет ровно, температура держится ровная, капелька к капельке. Сейчас мы отбираем бошки. Ну, примерно 2-3 капли в секунду. Бошки я буду отбирать из расчета на каждый килограмм сахара 50 грамм головной фракции. Так как у меня 14 килограмм, соответственно, 700 грамм головных фракций я буду забирать. Ну, кстати, пользуюсь ими, когда разжигаю белками, но очень прикольно. Мы собрали пол-литра бошек по-умному главных фракций. Ну, красиво, конечно, прозрачные такие, как слеза. Почти заканчиваем отбор голов. Вот даже не чувствуется какой-то там ломи или еще что-то. Я пока очень давно. Ура, товарищи! Мы вот отобрали еще 250 граммов голов. Итого у нас, ну, там чуть-чуть-чуть больше, чем 250. То есть у нас порядка 770 грамм голов. Так давайте же будем отбирать тело. То есть сейчас мы пока ставим банку. Но прежде чем проделывать остальные движения, хотелось бы измерить спиртозность. Ну, да, баночка маловато. Не был я готов к такому повороту судьбы, но однозначно могу сказать, что спиртозность дикая. И даже вот сейчас мы попробуем по-другому измерить. Уже взял, отобрал тело. Вот, и как видишь, то есть он просто тупо упирается в одно. Ну, то есть на 90. 90 с чем-то он показывает, но он уже в одно уперся. То есть если бы можно было глубже окунуть, то я думаю, что, ну, скорее всего, 96, я так полагаю. Ну, попробуем измерить чуть позже. Прибавил мощности, стабилизировал температуру 75,9. Тут у нас 81,5. Ну, вот отобрал примерно литр. Ну, грубо говоря, потратил, может быть, чуть меньше часа. Так что встретимся, когда я отберу 8 литров вкуснятины. Пока делаю перегонку, решил немножечко прибраться тут все это дело, разгрести немножечко по коробочкам. Ну, вся эта самогонная движуха новая. Представляете, что нашел Юпи? Сейчас буду пробовать. Кто-нибудь помнит Юпи? Прям в комментарии пишите Юпи. Какой вкус любили больше всего? Блин, обалдеть. Вот это да. Сколько же ему лет-то? Пока вот размешиваю вот этот вот Юпи-порошок, пришла мысль. А что, если самогон разбавить Юпи? Вот это прикол. Кстати, я очень ценю твое настроение. И поэтому хочу знать, с каким настроением ты смотришь это видео. Ставь ему уже в комментарии. А желательно штуки 4. Ох, по кайфу будет. В общем, будет приятно для продвижения ролика. Короче, разбавил водой из фильтра. Прям вот так вот сейчас. Аж язык вяжет. Химоза, конечно, дичайшая. Как мы в детстве это пили, как мы от этого кайфовали. Очень странно. Ох, ребят, уже прям подустал. У меня время почти 5 часов утра. 4.52. Ну, а все тем временем работает. Держу 76 градусов. И здесь уже 88. При этом уже практически набралось 6 литров. Но, как говорят, отбор тела заканчивается, когда... Башка уже не работает. Когда в самой кастрюле будет 94 градусов. Ну, типа 92-94. Ну, лучше я сделаю 92, чтобы почище было. И будем пробовать. Капец. Сейчас, короче, рассказывал-рассказывал. Про время, про что, как, что тут. Все. А, короче, забыл нажать кнопку play. Я уже сплю почти, что прям засыпаю. Время 6.15, друзья. В общем, на колонне у нас уже чуть-чуть приподнялась температура. Здесь у нас 93.5. Вот наше тело. Все, что получилось. Где-то 7.2 литра. Порядка 800 граммов хвостов. Ой, хвостов. 800 граммов голов. Ребят, уже не обращайте внимания. Я уже заговариваюсь. И сейчас до 100 градусов поставлю отбирать чисто уже. Все, уже хвостики, хвостики, хвостики. Залью следующую буражку. Ну, а хвостики перегонять, в принципе, мы уже дефлегматор закрываем. И чисто вот на холодильнике выгоняем. Вот эту штуку закрыли. То есть вот это вот у нас сейчас температура полетит вверх. И чисто на холодильнике выгоняем уже. Этого можно и не делать, но ради экономии. Все-таки это, скажем так, спиртосодержащий продукт. Кстати, спиртозность идет почти 96-95. У меня просто спиртометр не показывает, глубже не падает. Хотя, ну, блин, реально 96. Я еще в шоке. Просто в шоке. Все же решил я, короче, отобрать хвосты. Хвостовые вот эти фракции. Где-то литр 300, литр 400. Уже спиртозность у нас 25 где-то в кубе 96,1. Но я уже прям чувствую, что все. Я прям вырубаюсь. Поэтому хватит. Ну и вот все, что мы получили. То есть порядка 750-800 грамм бошки. Примерно 7200 литров 96-процентного тела. Примерно, вдруг говоря, полтора литра хвосты, которые уже пойдут. Ну, мутные такие, видите, они пойдут уже в следующий перегон, в следующую брашку. Вот я и выспался. Прошел день. Уже на улице вечер снова. Снова 9 часов. И снова сейчас нужно будет перегонять березовый дистиллят. Но прежде чем это делать, мы с вами сейчас попробуем наконец-таки случиться то, ради чего все-таки мы сегодня все это делали. Сейчас на столе у нас представлены три вида дистиллята. И все они так или иначе связаны с березовым соком. Самый первый вариант, это у нас готовая обычная сахарная брага, смешанная с березовым соком. Хочу, кстати, заметить, что немножечко такой, видите, такой мутноватый. Немножечко мутноватый. Но это из-за того, что березовый сок, он мутный сам по себе. Соответственно, так мы и получаем. Второй вариант у нас, это березовый сок, перебродивший, сделанное брагом, именно на березовом соку. И разбавлено все это березовым соком. В принципе, цвет вообще не отличается от предыдущего оппонента. И посмотрите, как слеза младенца. Это дистиллят, сделанный из березового сока и разведенный обычной чистой водичкой. Довольно-таки волнительный момент. Ну, давайте начнем, наверное, все-таки с самого прозрачненького. Березовый сок, перебродивший в кубе. И перегнанный в спирт 96 градусов. И разведенный обычной водой. Видите, прозрачненький. Кстати, запаха практически вообще никакого не имеет. Даже ни водки не пахнет, ничем просто. Ну, прям вот от слова ничем. Приятная такая, знаете, приятная водочка. Мягенькая довольно-таки. Приятная, мягенькая водочка. Но, честно, я бы не сказал, что я прям сейчас вот вау, там я чувствую березу. Я как будто, не знаю, там на лугу валяюсь или еще что-то. Нет, такого сейчас нет. Сейчас я кусочком имбиря вот так вот чуть-чуть закушу. Следующий дистиллят мы пробуем. Выгнанный березовый сок до 96 градусов. И потом разбавленный до 40 градусов березовым соком. Ну, тут, кстати, уже прям, тут есть какие-то нотки. Такие легко уловимые, непонятно, честно, даже непонятно что. Но какой-то запах есть уже. То есть прям чувствуется что-то. Как будто сластинка. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о! А это уже гораздо интереснее. Это в разы интереснее. И это прям, вот знаете, это дорогая водка с добавлением какой-то сладкой. Чего-то сладкого немножко. И какой-то такой травянистый привкус легкий. Грубо говоря, кто пьет березовый сок, я думаю, ты понимаешь, о чем я. То есть вот именно такое ощущение, что такое березовое послевкусие. Обалдеть! Прикольно! И остается у нас третий вариант. Обычная сахарная брага. Просто разбавленная березовым соком. Ничем не отличается запах от предыдущего. Вообще никакой разницы в запахе нет. Давайте попробуем. Идентичный вкус. То же самое. Прям вот, прям одно и то же. Запах. Сладковатый привкус. В общем, дорогие друзья, я хочу сделать умозаключение. Как говорится, зачем рвать жопу, если можно обойтись пердячим паром? Мой вывод из сегодняшнего эксперимента, то, что делайте обычную сахарную брагу, хорошенечко перегоняйте ее два раза, отбирайте головы, отбирайте хвосты и разбавляйте все это дело березовым соком. Ну, а мне хорошо, мне повезло, я просто знал, я понимал, что мне понравится, я просто люблю, я и пить люблю, я уху люблю из березового сока, все люблю из березового сока. У меня порядка 60 литров еще березового сока лежит, поэтому я думаю, что мне на очень-очень долго хватит. Буду, в общем-то, гнать сахарную брагу и разбавлять ее березовым соком. А если ты хочешь попробовать, у тебя есть два способа. Первый способ, это участвовать в розыгрыше на моем телеграм-канале. Ну, а второй способ, ты узнаешь, перейдя по ссылочке на мой телеграм-канал, там будет написано в закрепленном сообщении. Переходи и пробуй мои продукты. Ну и бонус тайм, друзья, вот так вот выглядят уже упакованные бутылочки. Все красиво разлил, упаковал, пробочки запупорил, пробки, как видишь, такие, чик, проворачиваешь, она, пук, целка сорвалась и все по красоте. Ну и для вкуса и прекрасного цвета добавил по одному кубику обожженного дуба, чтобы прям было вообще кайф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok